Дорогие друзья, у меня в гостях Ипатий Карелин, который победил в ЛЧИ по номинации лучший валютный трейдер. И вот сегодня он получил заслуженные награды, грамоты всякие и даже карточку эфир компании Интерфакс, по-моему. У меня такая стоит платформочка, эфир, она качает новости, очень удобно по имитенту. Ну ипатий, я думаю, что вы и без этого можете выигрывать. Вы уже третий раз, да, выигрываете ЛЧИ? В номинации валютный трейдер третий год подряд, а приз дают второй год подряд. Вот вы очень необычный человек, потому что вы пришли из аналитиков, обычно аналитики не ходят в трейдеры. Как вы начинали, расскажите, это всем интересно. Да, как правило, наоборот, я перешел в трейдинг, наоборот, из аналитики. И в этом, может быть, какая-то уникальность есть. Я долго работал аналитиком и осторожно торговал на ММВБ. И основной инструмент тогда был РАОЕС. Сейчас торгую на Форте и совсем небольшая операция на ММВБ. Почему перешел в трейдинг из аналитики? Наверное, потому что стал приносить больше дохода и, соответственно, больше увлекло. Сейчас аналитикой уже давно не занимаюсь, где-то пять лет. Раньше, когда занимался аналитикой, мне, в принципе, нравилась эта работа. Я бы и продолжал, наверное, ей заниматься, потому что это не для творчества, а любая творческая работа привлекает. Стало времени занимать очень много торговли, поэтому пришлось расстаться с одним из любимых занятий с прогнозированием валютного рынка. Скажите, легко ли добиться таких результатов в доминации «Лучший валютный трейдер»? Какая конкуренция была? В этом году она сильно возросла. Из-за возросшей конкуренции у меня снизилась доходность, существенно снизилась. И очень высока конкуренция была именно в моей номинации. Участник, который преследовал меня, вполне мог, особенно в последние дни конкурса, занять первое место. Поэтому отчасти я считаю везением то, что я выиграл номинацию валютного трейдера в этом году. Теперь у вас крылья за спиной должны вырасти и улучшиться от результатов. Нет, я проще к этому отношусь. Нет, ну разве это настроение не улучшает? Вы знаете, это в первую очередь превращает трейдинг в спорт и дает дополнительные стимулы. Вот с этой точки зрения дает больше адреналина. То есть, как бы это негативно не воспринималось некими, я смотрю на конкурсы только с точки зрения, как вот есть чемпионат по покеру, есть чемпионат по битсерфингу, сноуборду, где можно поучаствовать, где можно подчеркнуть дополнительную стимуляцию и мотивировку. Но помимо этого, как я раньше говорил, у меня финансовый год в 2011 был не лучшим и материальные предпосылки участвовать в конкурсе тоже были. А какой не лучший этот секрет? Ну, в плюс на крыле хотя бы? Нет, наверное, в минус. Я особо не считал, я не смотрел пока годовый отчет, наверное, все-таки в минус. Это первый год из последних лет шесть, которые я... до этого были пять прибыльных лет, и вот этот год, наверное, получился улучшен. Ну, как бы, за счет того, что мы умеем, как бы, страховаться от таких случаев, мы умеем откладывать сбережения на черный день, мы продолжаем, как бы, заниматься этим любимым делом и искать ошибки, продолжать этим заниматься. А вот второй человек, который вас преследовал, вы анализировали графики водоходности? Вы знаете, нет, потому что это был робот, а торговлю роботов мне неинтересна, потому что я сам не собираюсь развиваться в этом направлении. Я очень пристально следил за теми участниками конкурса, которые играли вручную и совершали малое количество сделок. Пытался определить, какие идеи и мысли двигали их в ходе участия в конкурсе, как они зарабатывали деньги. Очень импонировал участник, не помню его название, он был в пятерке или в десятке, который держал оппозиционные позиции по индексу РТС. Достаточно небольшое плечо и достаточно выдержанные позиции позволили ему стабильно зарабатывать. Вот, в принципе, наверное, сейчас именно к этой торговле я стремлюсь и сейчас вот уже месяц я торгую на РТС, пока что перестал торговать на валютах. Хотя ваша квалификация, чувства рынка не ищет? Ну вот за годы, за те годы, которые я работаю на рынке, я сделал для себя один вывод, что мне, в принципе, наверное, по большому счету все равно, какой инструмент торговать. Главное, чтобы он был один, потому что стиль торговли у меня такой, что я постоянно, краткосрочно увеличиваю риски и увеличиваю до максимального плеча. Поэтому, если какие-то движения начинаются, а рынки у нас связаны, то проявить реакцию в нескольких инструментах, в угутах себе. Поэтому я перешел сейчас на РТС, у меня есть какая-то небольшая прибыль в январе. Что по деревяшке? По кантовке? Да. И я надеюсь, что у меня РТС, но опять же, периодически... Как будто я не понял, у нас в Америке в последнее время очень много ложных пробоев там пошло, да? А вы говорите, что усиливаете позицию по тренду. Ну, я так правильно понимаю вас? Да, дело в том, что у меня нет... нельзя характеризовать мою систему как трендовой и антитрендовой. Я могу увеличивать позицию как на пробой, то есть как получается инерционная торговля, так и то, что не рекомендуется как бы никому, чем более начальным трейдерам, это позицию отрицательной пирамиды. Я это использую очень часто и терплю убыток до какого-то, соответственно, предела убытка по счету. Скажем, там 10-20, ну очень редко 30% убытка в день. 30% в день? Если я проигрываю, например, 20-30%, я просто закрываю позицию и стараюсь просто уменьшать соответствующие прибыли. Не, я понимаю, но... У нас прибыли и убытки, они более-менее соответствуют на этот день. Как правило, убытки больше. То есть, если у нас 10-20% прибыли, то убыток, ну, берем в полтора-два раза больше. Это нормально, это тот риск, который мы берем на себе. Это нормально, если деньги свои? Разумеется. А так разговаривать с каким-нибудь человеком, причем на хачках не хочется после неудездачного дня. Вы скальпер, но почему-то вы не используете там приводы, да? Вам клика хватает? Ну, вы знаете, Квик сейчас стал получше. Там настройки стакана улучшились. Можно торговать, как, в принципе, я и торгую, сделки совершая одним кликом. Что хотел бы пожелать разработчикам Квика, это то, чтобы они под Android написали. Потому что у меня есть брокерский счет в компании, у которой есть софт под Android. Мне очень это нравится. Ну, я думаю, что Квик напишет лучше разработчики Квика, софт под Android. И вот их просят, может быть, они напишут. Что касается основной инструментарии, это дома компьютеры. Соответственно, распространенная система Квика, она вполне отвечает моим минимальным запросам по скальпингу, и я доволен. А техранализ вы используете в торговле? Только графические, классические. Я не использую осцилляторы, не использую компьютерные, я не использую наутию релеута. То есть для меня основные базовые понятия в теханализе – это минимальное то, что мне достаточно. То есть это тренд, каналы уровня, поддержки сопротивления и разворотные уровни. Различные временные периоды. Мне этого достаточно. Если кто-то на каких-то муллингах научился делать деньги, ради бога. Это у каждого индивидуально торговая система строится. Также нужно сказать, что этих анализов не является превалирующим для меня, потому что нельзя на 100% положиться на что-то одно. То есть если мы ставим, например, на корреляцию индекса РТС с внешними факторами, нефть, CP, евро, доллара, то сейчас эта корреляция есть, завтра ее не будет и нельзя постоянно. То есть надо постоянно следить за рынком. Если корреляции – нет. Если нет корреляции, значит, есть внутренний скрытый спрос или предложение, которое рано или поздно проявится, и улица в движении. Опыт позволяет учиться этим вещам. То есть, например, вот сейчас, последний месяц, да, есть внутренний спрос на наши бумаги. Отчасти сосредоточены в банковском секторе, отчасти связаны с перетоком капитала в рублевые инструменты, с фиксированной доходностью, от тех денег, которые от ЕЦБ получили иностранные банки дают своим дочкам в России. То есть это все внутренние факторы, которые… То есть мы уже говорим о фундаментальном анализе. То есть, говоря там, например, о моей системе, о том, что же является как бы в главе, в глаз системы, я, например, не могу выделить то-то, то-то и то-то. У меня получается так, что опыт привел к тому, что на инстинктивном уровне все эти вещи анализируются в голове и выдается какое-то общее решение. Общее решение, которое выливается в сделку. То есть фундаментальный анализ тоже присутствует. Но ни одному из этих вещей я не выдаю превалирующего значения. Что касается теханализов, я сказал, это классический графический анализ. Вот и вы аналитик, да? А вам не мешает то, что вы аналитик, то есть вы не увеличивает проскальзывание, что вы зашелитесь в какой-то прогноз, да, что рынок будет расти, да? А реально… Это очень тяжело. Когда у вас есть собственное убеждение, и рынок идет против вашего убеждения, очень тяжело признать внутреннее поражение, то, что вы неправы. И те люди, которые не способны меняться, не способны признавать свое поражение, они вы проигрывают, проигрывают очень много. То есть надо где-то идти на компромисс с собственным как бы мнением о том, что как этот рынок может идти против меня иногда просто. Но есть вещь, как в качестве холодного душа, это проигрыш, который заставляет посмотреть на рынок по-другому и просто переоценить. А вот всем успешным людям предлагают деньги в управление время от времени? Бывает. Иногда берут и просят и мои деньги дать в управление. Иногда приходишь открывать счет. Как вот сегодня позвонили мне и говорят, вы не хотите дать нам в управление деньги? Я говорю, а вы от какой компании? Я говорю, представьтесь, пожалуйста. Мы, говорит, управляем семейными благосостояниями. И так не представились. Но я говорю, спасибо. Пока что еще могу сам. Да, вот друзья, вы как бы не посадили их на иглу трейдинга? Вы знаете, у меня много друзей, которые и до меня торговали. И вот есть друзья, которые, ну, в частности, немного, один из друзей, который стал торговать именно под моим влиянием. Потому что я его долго отговаривал. Какое-то время у него очень положительно шла торговля. Вот сейчас у него временный какой-то период нестабильности. То есть, нет постоянного заработка, постоянного роста счета. Ну, надеюсь, что он переживет этот тяжелый период и снова. То есть, все мои новые попытки отговорить его, прекращать, заниматься этим делом, также не имеет воздействия. Видимо, это болезнь до конца жизни. Может, он хочет выиграть тоже ЛЧИ? Ну, вы знаете, он участвовал в ЛЧИ и был, по-моему, на то ли третьем, то ли пятом. Ну, вот видите, такого человека уже сложно перековать. Да. Был период даже, когда он, по-моему, лучше меня зарабатывал. Больше меня зарабатывал, да-да-да. Вот. Есть участники, мои друзья, участники спотового рынка, которым вполне удается делать вот там как раз те разумные проценты, о которых вы говорите, которым удается делать в отдельных, как бы, историях, в отдельных бумагах какие-то деньги. Не такие, конечно, как на Форце, потому что Форце – это что-то среднее между спотом на обычные акции, которыми торгуют даже домохозяйки, и Форекс, где, соответственно, сумасшедшие плечи и сумасшедшие риски, где большинство людей как раз проигрывают, потому что они способны управлять такими громадными рисками. А что сейчас получится? Вы навсегда, что ли, ушли, да, на русский рынок? Да, вы знаете, я и не торговал на Форексе. И с американского рынка меня больше волнует. Вот на американском рынке я попробовал в 2007 году скальпить, не получилось. Там невозможно скальпить. Я сейчас на американском рынке торгую только бумагами на споте. А какие вы рынки? Вы валюту, Форекс вы прошли, да, вы все рынки прошли, да, получается? Ну, на Форексе, можно считать, не торговало. Я торговал валютой на Форсе, но это не Форекс. Вот был вопрос, что же доходнее, я не смог на него ответить, потому что был в отпуске. Что же доходнее, Форекс или Форс? Ну, опять же, отвечать на этот вопрос нужно с точки зрения формулы риск-доходность. Что вы предпочитаете больше, сидеть как бы со спокойными нервами и получать меньше, либо вы хотите поиграть практически в рулетку, практически в казино. Если хотите, то Форс – это для вас. Тогда можно попробовать идти, брать там 500 или я не знаю, какое плечо на Форексе. Поэтому однозначного ответа здесь нет. Здесь что доходнее, Форс или Форекс? Форс валютный. То есть вы сами определяете ответ на этот вопрос. Я не торговал на Форексе, я торговал и до сих пор торгую на русском споте. В частности, у меня сейчас в портфеле бумаги Тибербанка. Кстати, я хотел спросить, каких бумагах вы не определили, вы сейчас торгуете? Да вы знаете, на споте это очень длинная позиционная торговля, потому что у меня там плеч вообще нет, у меня не уроженальный счет. Я могу выдержать любые просадки, хоть на… Любые? Ну, человек, который 30% выдерживает, я понимаю. Там нет плеч, это совершенно другая торговля. Это все равно, чтобы вложить деньги на депозиты в банк. Значит, вы вынуждены какие-то, довольно-таки, прогнозы, да? Или вы просто сигналом торгуете? Вот, что касается спотов, все-таки там больше теханализов. Я жду, когда рынок сильно упадет, когда он будет недооценен. Вот это самый интересный момент. Я не смотрю отдельную историю в отдельной бумаге. То есть, в данный момент вы считаете, что наш рынок может упасть? Нет, у меня положительная позиция. У меня куплен Сбербанк, то есть, я считаю, что он вырастет до 100 рублей и дальше, возможно, пробьет сопротивление максимумов на 110. Обновить максимумы, да где-то дальше будет искать разворотную точку. По тему приватизации Сбербанка. То есть, здесь, когда... А где вы ходили с Сбербанком, сейчас секрет? А на обыдочность, 105 рублей. Я как раз... А, вы давно... Давно-давно. Да. Она была... Открыта эта позиция, я помню, просто у меня был какой-то остаток. И я просто пристроил деньги. Я взял куплю Сбербанк, не стал его продавать тогда, забыл про него. Сейчас вот он растет к точке входа, 105, и будет выше, не знаю, где я его буду продавать. То есть, если мы говорим про спут, мы же, как бы, строим торговую систему из того, какой мы риск берем. Здесь минимальный риск. Здесь вы можете держать, ну, до банкротства компании, соответственно, либо до, там, чего-то. Например, там, как в аптеке 36,6 я в свое время торговал. Она постоянно идет по тренду вниз, потому что там постоянно допомиссия, и цена акции, она постоянно снижается. То есть, там, где-то 50-40 сейчас с чем-то рублей. Я помню, по 100 я ее продавал, удачно вышел. То есть, если мы говорим про спут, то для меня, например, критерий захода – это, скорее, общая недооцененность рынка, эмоциональная распродажа, которая делает цену довольно-таки несправедливой. Это бывает, такая возможность купить бывает очень редко, и она бывает 2-3 раза в год. И зайти так удачно и хорошо, и закрыть позицию – это здесь доходность, она сравнима с доходностью простого депозита в банке. Что же касается маржинальных инструментов – это уже настоящий трейдинг. А какие вы еще бумажки отслеживаете, кроме Бирбанка? Ну, раньше я пытался торговать во втором шалоне. Вот у меня в свое время, когда рынок начал восстанавливаться, в 2009 году, после кризиса 2008, у меня было очень много бумаг, я даже не помню, электроэнергетика, вся недооцененка была, вся. И я ее довольно-таки быстро, помню, продал. Я не смотрю даже. У меня на спуте, наверное, положительная история в любом случае. То есть, я в любом случае купил, я в любом случае продам выше. Но с этих денег не проживешь. Нужно торговать так, чтобы… А это уже риск, это уже форция, это уже как раз вот эти вот, как вы сказали, сумасшедшие 20-30% убытка или прибыли. Ну, давайте, покажите мне еще раз эти грамоты. Напоследок. В этом году РТС наградила меня как лучшего валютного трейдера. Это уже вторая награда. Я благодарю биржу за конкурс. Благодарю своего брокера в целях Capital Management за надежную работу, потому что сервера достаточно редко отказывал от моего брокера. И также я должен поблагодарить компанию, в которой я раньше работал, которая сейчас предоставляет мне программное обеспечение. И которая без программного обеспечения, которой я бы, наверное, не показал столь высоких результатов. Это компания ProFinance Service. Я использую ее в программном обеспечении как для Windows ProTrader, так и для Android. Очень удобное программное обеспечение. Очень быстрое, очень правильное масштабирование графиков. И когда мы не за рабочим компьютером, я вполне могу не только отслеживать котировки, но и торговать. Спасибо большое, было очень интересно. Спасибо. Спасибо.